И от гнева его они придут к нему. И от дыхания его они погибнут. Камелот 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 В 1943 году, после появления на фронте немецких танков «Тигры Пантера», советские войска ощутили на себе нехватку бронебойных орудий, способных свести на нет мощь танковых войск вермахта. Созданные ранее самоходные установки Су-85 уже не оказывали столь сокрушающего эффекта. Необходимо было увеличить поражающую способность истребителей танков. Танки против танков. Железный кулак. Самоходная артиллерийская установка Су-85, спроектированная на базе танка Т-34, имела приемлемые ходовые характеристики. Но, кроме недостатков по калибру и поражающей способности, были и другие конструктивные недоработки. Например, такие, как слабый обзор и отсутствие хорошей вентиляции внутреннего пространства от пороховых газов. Все эти и другие недочеты решено было исправить в новой самоходно-артиллерийской установке Су-100. Ширина корпуса осталась без изменений. Слегка увеличилась общая длина Сау за счет установки более длинного орудия. И теперь она составляла 9450 мм. Высота самоходки уменьшилась на 200 мм, что могло сыграть положительную роль обнаружения и поражения ее врагом. При этом снижение профиля машины никак не повлияло на клиренс. Он по-прежнему составлял 400 мм. И это позволяло преодолевать брод глубиной почти в полтора метра и ров в два с половиной метра. Что касается бронирования, то лобовая броня была увеличена с 45 до 75 мм с углом наклона в 55 градусов. А толщина маски орудия в разных местах варьировалась от 40 до 110 мм вместо стандартных 60 у Су-85. Из внешних отличий стоит отметить создание командирской башенки с пятью перископическими прицелами типа МК-4 кругового обзора и двух вентиляционных отверстий, оснащенных вентиляторами для вытяжки пороховых газов из кабинета. Мощность 12-цилиндрового V-образного дизельного двигателя с жидкостным охлаждением составляла 520 л.с. Это позволяло развивать скорость до 50 км в час по шоссе и около 20 км в час по пересеченной местности. Запас хода был около 310 км по шоссе и 140 км по пересеченной местности. Значительную роль в запасе хода играло наличие или отсутствие навесных баков, которые обычно ставили перед дальним маршем. Самым же главным изменением в конструкции была установка измененного 100-мм корабельного орудия D-10 с нарезным стволом, способным поражать лобовую броню большинства германских танков ИСАУ. D-10С пробивало лобовую броню Тигра и Пантеры, включая верхнюю лобовую плиту последней на дистанции 1500 метров, превосходя расчетные возможности орудия. Для ближней самообороны САУ комплектовалось двумя пистолетами-пулеметами ППШ-41 калибра 7,62 мм, 1420 патронами к ним в 20 дисковых магазинах, четырьмя противотанковыми гранатами и 24 ручными противопехотными осколочными гранатами оборонительного типа F-1. В годы Великой Отечественной войны СУ-100 иногда в полевых условиях дополнительно оснащалось ручными пулеметами, но штатной такая конфигурация не была. Боекомплект орудия состоял из 33 унитарных выстрелов, размещавшихся в пяти укладках в рубке, размещенных на стеллажах задней части и с левого борта боевого отделения, а также на полу справа. В годы Великой Отечественной войны в боекомплект орудия входили выстрелы с остроголовыми и тупоголовыми калиберными бронебуйными, осколочными и осколочно-фугасными снарядами. Серийное производство СУ-100 началось в сентябре 1944 года с минимальными изменениями в производстве, так как 72% деталей было заимствовано у Т-34-85, 4% от СУ-122, 7,5% от СУ-85 и только 16,5% проектировались заново. Первые самоходки сразу же были направлены на фронтовые испытания и получили удовлетворительную оценку войск за высокие возможности орудия и хорошую маневренность. Но, так как освоение в производстве бронебойного снаряда БР-412Б затянулось до октября того же года, то первоначально серийное СУ-100 поступали в военное учебное заведение и лишь в ноябре были сформированы и отправлены на фронт первые вооруженные ими самоходно-артиллерийские полки. В конце года были сформированы первые самоходно-артиллерийские бригады вооруженные СУ-100, 207-я Ленинградская, 208-я Двинская и 209-я. ТАНКИ ПРОТИВ ТАНКОВ ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК Бригады и полки, вооруженные СУ-100, приняли участие в заключительных сражениях Великой Отечественной войны, а также в разгроме Японской и Квантунской армий. Включение в состав наступающих подвижных групп данных САУ существенно повышало их ударную мощь. Часто СУ-100 использовались в завершении прорыва тактической глубины обороны немцев. Характер боя при этом был похож на наступление на противника, спешно подготовившегося к обороне. Подготовка наступления занимала ограниченные сроки или не проводилась вовсе. Впрочем, самоходкам СУ-100 довелось не только наступать. В марте 1945 года они приняли участие в оборонительных боях у озера Балато. Здесь в составе войск 3-го Украинского фронта с 6 по 16 марта они участвовали в отражении контрудара 6-й армии СС. Все три сформированные в декабре 1944 года бригады, вооруженные СУ-100, были привлечены для отражения контрудара. Также в обороне использовались отдельные самоходно-артиллерийские полки, вооруженные САУ СУ-85 и СУ-100. В боях с 11 по 12 марта эти САУ часто использовались в качестве танков из-за больших потерь бронетехники. Поэтому по фронту был отдан приказ об оснащении всех САУ ручными пулеметами для лучшей самообороны. По итогам мартовских оборонительных боев в Венгрии СУ-100 заслужила очень лестную оценку советского командования. Исходя из вышесказанного, СУ-100 была отличной САУ своего времени. Конечно, со своими достоинствами и недостатками. Например, длинный ствол зачастую мешал преодолевать глубокие рвы и канавы. Это плата за убойное орудие, плюсы которого с легкостью перекрывают все минусы. Вам, скорее всего, не удастся пострелять из СУ-100 в реальной жизни. Но мы попытались максимально точно и достоверно передать то, какой эта машина была на поле боя. В разных уголках мира стоят десятки памятников СУ-100. Безмолвные железные гиганты напоминают нам о подвигах наших предков, о гениальных конструкторах, тяжелых боях и героях-танкистах. Мы должны помнить и никогда не забывать об этом. Наша память должна быть такой же железной, как эти боевые машины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...